Севастополь 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 за с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После Великой Отечественной войны Петр Павлов продолжил службу в военно-морском флоте. Он занимал различные должности на Балтийском, Черноморском и Тихоокеанском флотах. В распоряжении нашего телеканала есть одна из последних записей ветерана. Тогда на открытии аллеи героев мы не знали, что это будет последним заветом обращением Петра Павлова к севастопольцам. Звание героя присвоили в группе 12 человек. Из этих 12 человек опять только остался Павлов. Старшее поколение уходит. Мы передаем бразды правления молодежи, передаем традиции боевые, трудовые, чтобы молодежь подхватывала это, поддерживала. Церемония прощания с героем Советского Союза Петром Павловым начнется 16 ноября в 10 утра в Матросском клубе. Он будет похоронен на аллее Славы на кладбище 5-го километра. В церемонии прощания примут участие члены правительства, законодательного собрания, моряки-черноморцы и ветераны. Правительство Севастополя разработало прогнозный план приватизации государственных унитарных предприятий. Документ внесен на рассмотрение в законодательное собрание города. В озвученном на аппаратном совещании варианте речь идет о 9 гупах. Подробности далее. Местные власти считают, что севастопольские гупы следует реформировать в более эффективные формы собственности. Из 43 учреждений, работающих сейчас в регионе, предлагается часть акционировать или реорганизовать в государственные бюджетные учреждения, а убыточные – ликвидировать. 43 из них, вы 6 ГБУ, 9 ООО, 3 ликвидация, 2 вертикальные холдинги – это 20. И 21 – это металлист. 22 гупы у нас остаются, получается. Подавляющее большинство из них, как я первоначально и докладывал, это предприятия жилищно-коммунального комплекса. График дорожной карты по каждому из 21 гупов до конца 2017 года. Чтобы у ДИЗО эти планы были, чтобы вы понимали все этапы и контролировали ход проведения всех реорганизаций. На аппаратном совещании заместитель губернатора Илья Пономарёв рассказал, реорганизация запущена. Уже два убыточных государственных унитарных предприятия в процессе ликвидации. Это ГУП Таврида и Океанологический центр. В настоящий момент Департаментом по имущественным и земельным отношениям разработан проект прогнозного плана приватизации государственного имущества на 2017 год. В перечень государственного имущества, подлежащего приватизации, включены 9 государственных унитарных предприятий. Способ приватизации государственных предприятий – преобразование в хозяйственное общество. В результате преобразования государственных унитарных предприятий в хозяйственное общество город Севастополь станет собственником 100% акций, либо долей уставных капиталов вновь образованных хозяйственных обществах. Ранее сообщалось о предложении акционировать госпредприятия, работающие на рынке конкурентных услуг. В частности, речь шла о ГУПах «Севастопольский винзавод», «Рынке», «Севастопольтелеком», «Севастопольская аптечная сеть» и «Пансионат Севастополя». На 15 ноября назначено предварительное обсуждение прогнозного плана приватизации. Вопрос рассмотрят на Комитете по городскому хозяйству в законодательном собрании. Дмитрий Слезовский, Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал «Севастополя». На ремонт аварийных водопроводов «Севастополя» необходимо свыше 5 миллиардов рублей. Сумму на аппаратном совещании озвучил заместитель губернатора Владимир Базаров, сообщая итоги ревизии водопроводных сетей. По его данным, выявлено 119 аварийных участков общей протяженностью 193 километра. Все они требуют замены или ремонта. Модернизация устаревших водопроводов города внесена в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2020 года и государственную программу развития и реформирования ЖКХ города. На аппаратном совещании члены правительства обсудили целесообразность вложения средств. И что оптимальнее – чинить водопроводы или вложиться в перебруску реки Кокоска в Чернореченское водохранилище. Миллиарды в модернизацию сетей снижаем в заявленных 42 до 23%. 20% экономии воды – это можно не строить, как Кокоска. У нас, в принципе, есть при 95% обеспеченности расчетный дефицит порядка где-то 12 миллиардов кубов. Соответственно, частично это может быть решено за счет ремонта, реконструкции и строительства сетей. Но во всех случаях останется дефицит, который нужно будет решать за счет создания некого альтернативного источника водоснабжения Севастополя для ликвидации, соответственно, дефицита. Поэтому вместо здесь точно говорить нельзя. Если мы говорим про ремонт сетей, мы говорим о дополнительном финансировании на ремонт сетей. Временно исполняющий обязанности губернатора поручил профильным заместителям проработать с Министерством строительства России возможность выделения дополнительного финансирования на ремонт сетей водоснабжения. Все 120 севастопольских котельных исправны и подают тепло в жилой фонд. Об этом в понедельник на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов. По его словам, с 4 по 10 ноября устранено 21 технологическое нарушение. Он уточнил, что ежедневно устраняются аварии на внутридомовых сетях. По данным единой дежурной диспетчерской службы, в Севастополе резко сократилось количество жалоб на проблемы с отоплением. Если две недели назад на холод в квартирах и отдельных комнатах поступило 2000 обращений, то за прошедшую неделю всего 58. Кроме того, Андрей Чибисов сообщил, что Севастополь решил уструю проблему поставки угля. По его словам, найдена новая подрядная организация. С недобросовестным поставщиком топлива договор расторгается. Поставщик угля ООО «Крыммазут», с которым у нас был заключен договор на поставку 2000 тонн угля, 1000 тонн к 1 ноября, 1000 тонн к 1 декабря, не выполнил условия контракта. Сейчас мы расторгаем договор, направили в арбитражный суд претензию на оплату пеней. Мы заключили контракт с другой компанией, соответственно, 500 тонн должно быть поставлено до 25 ноября. На сегодняшний день уже отгрузка началась, 70 тонн на выходных пришло. Я полагаю, что сбоев в отопительном сезоне из-за дефицита угля у нас не будет. Борьба за чистоту города. На заседании обсудили, как, а главное, кем на сегодняшний день осуществляется хозяйственная деятельность в городе. В правительстве отметили, для улучшения качества работы, обязанностей и функций следует упорядочить и распределить между местным и федеральным ведомствами, сев природнадзоры и Роспотребнадзором. Данная мера необходима для того, чтобы в каждом контролирующем органе имели чуткие представления о своих полномочиях. Мы отвечаем за надзор, за обращение с отходами в случае их размещения поверхностных и подземных водных объектов на водоносных площадях и в недрах и на почве. На почве. Земля, если на почве располагается отходом, мы тоже должны это контролировать. Контейнерные площадки – это не наши. Мы отвечаем по графикам вывоза мусора и оборудованию площадок. Это наша часть. Мы вас не просим объезжать все контейнеры и площадки. Мы сегодня это делаем самостоятельно. Но вы нам нужны как инструмент воздействия на нерадивых подрядчиков в том числе. Понятно, что у нас есть свои инструменты экономические, особенно то, что касается наших муниципальных площадок. Но зачастую нужна и помощь государственных органов. Юные севастопольские художники изобразили добро. Более сотни картин, выполненных простым карандашом, акварельными красками и гуашью, разместили в фойе Дворца детского и юношеского творчества. Работы отбирали на протяжении двух месяцев. Итоги конкурса, проведенного благотворительной организацией «Мы, севастопольцы», подвели 12 ноября. Чей рисунок самый добрый, знает Анастасия Синица. Эта выставка рисунков – по-детски добрый взгляд на мир. На картинах семья, друзья, домашние питомцы, пейзажи родного края. Одним словом, то, чем больше всего дорожит человек. Из 600 работ, поданных севастопольскими школьниками на конкурс, жюри отобрало 106. Они украсили холл Дворца детского и юношеского творчества. Мне очень трудно представить себе, как взрослому человеку, что значит нарисовать добро. Я понимаю, как можно нарисовать животное, цветок, пейзаж, но как нарисовать добро, я думаю, это очень сложно. Фантазия, ребят, сюжет, способ исполнения работ выше всяких похвал. Лично я, как житель Севастополя, горжусь тем, что в Севастополе живут такие талантливые мальчишки и девчонки. Такое причинение, что это более взрослое поколение растет. У них настолько оригинальные работы, что думаешь, это наше будущее. Их работа – это уже добро. Это их будущее. Сейчас они в настоящем, но то, что они начинают представлять, думать о будущем. Юных художников разделили на три возрастные группы. В самой старшей – от 14 до 17 лет. Первое место заняла десятиклассница Арина Нинашева. Школьница уверяет, добро творит тот, кто неравнодушен к чужому горю, поддерживает близких людей и заботится о будущем своего государства. На моей картине нарисован дождь. Он ассоциируется со слезами людей и с проблемой. И рука, которая закрывает человека от любых проблем. На второй картинке я нарисовала патриотизм к родине. Колоски ассоциируются с хлебом, с богатством нашей родины. Почетные грамоты и подарки от благотворительного фонда «Мы севастопольцы» вручили авторам девяти добрых рисунков. Еще шесть участников получили поощрительные призы. Анастасия Синица, Александр Дементьев, информационный канал «Севастополя». Это были новости на информационном канале «Севастополя». В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова